Это подборка с товарами для кемпинга, туризма и путешествия, в конце которой будет конкурс. Всем привет! Это у нас подборка с 15 интересными товарами, которые будут очень кстати в летнее время. Ведь когда устраивать кемпинги и отдыхать на природе, как не летом? Обязательно смотрите полностью эту подборку и сможете поучаствовать в интересном конкурсе. Приятного просмотра! Походная кровать. Опытные туристы знают, что даже палатка и каремат далеко не всегда спасают от холода ночью, особенно если разбивать лагерь приходится на сырой земле или вблизи водоемов. Практичные и современные решения это складная одноместная кровать с алюминиевым скелетом, которая выдерживает человека весом в 120 килограмм и упаковывается в небольшой удобный чехол. Палатка. Одной из первых ассоциаций, возникающих при упоминании отдыха на природе, является туристическая палатка, а одним из самых популярных вариантов на Алиэкспресс является палатка производства фирмы с не самым благозвучным для русскоязычного покупателя названием «Хуи Лингуанг». Тем не менее, это добротно пошитые из хорошего материала временные жилища, которые без труда вмещает 3-4 человека. Одним из преимуществ палатки является практически автоматическая сборка, не требующая специальных навыков и не занимающая времени. При этом ее вес в полной комплектации составляет всего 4,5 килограмма. Стоит также отметить наличие у производителя собственного склада в Челябинске, что обеспечивает быструю доставку товара по РФ. Газовая горелка. Готовить в лесу лучше всего, конечно же, на костре, однако иметь в походе легкую и компактную газовую горелку очень удобно. Такой прибор позволит быстро закипятить чай или приготовить еду после дождя в отсутствии сухих дров. При этом в сложенном состоянии горелка занимает немного места, а титановые и алюминиевые части не имеют большого веса. Походная посуда для приготовления еды. Старый, покрытый копотью чугунный котелок, дорог к сердцу каждого туриста, рыбака или охотника. Адекватной заменой ему может стать набор походной посуды, который имеет два важных преимущества – легкий вес и компактность. При массе всего в один килограмм этот набор включает в себя сковородку, два котелка на 2,5 и 1,5 литра и чайник объемом 0,8 литра. Акваобувь. Выбираясь за город, большинству людей предпочитают гулять, рыбачить и разбивать лагерь вблизи водоемов, однако природой не везде предусмотрены идеальные песчаные пляжи для комфортного отдыха. В дикой местности при посещении водоемов пригодятся специальные быстро сохнущие кеды. Стоит такая обувь совсем недорого, а очень легкий вес позволяет плавать прямо в ней. Рюкзак. Опытный турист без труда перечислит несколько брендов, выпускающих очень качественные, придуманные до мелочей рюкзаки, стоимостью от 250 долларов и выше. Однако брендовые, чуть ли не индивидуально разработанные части экипировки нужны профессионалам, тогда как любитель может приобрести ненамного уступающую качестве и в разы более бюджетную вещь. Одним из наиболее популярных на Алиэкспресс является рюкзак, сшитый по американским армейским образцам и имеющий полезный объем порядка 45 литров. Изготовлен такой рюкзак из прочной ткани 600D. Имеется несколько вариантов расцветки на выбор. Цена порядка 30 долларов. К положительным моментам стоит отнести более полутора тысяч заказов у одного продавца и большое количество хороших отзывов. Саперная лопата. Незаменимая вещь в походе. Она же малая пехотная лопата. Особенно если это доработанный мультифункциональный вариант, который можно использовать в качестве лопаты, кирки, топора, пилы, компаса и даже открывалки. Кстати, у меня на обзоре была недавно лопата от Гербер. Если вам интересно, я оставлю ссылку на обзор вместе с ссылкой на эту лопату с Алиэкспресс. Походная сумка. Обыкновенная плечевая сумка едва ли пригодится для активного отдыха. А вот ее модифицированная версия с дополнительными застежками и креплениями так точно пригодится. Да еще и она изготовлена из водостойкого материала. Ну, прям в самый раз для похода. Ева Каремат. Достойная замена классическому советскому каремату, отличающаяся более качественной теплоизоляцией, обеспеченной современными материалами. Такая подсилка изготовлена из его материала. Это этилен, винил, ацетат и алюминиевой пленки. А для транспортировки Каремат просто складывается в гармошку. Вы можете лежать, сидеть, спать без боязни за свое здоровье. Коврики не пропускают холод и тепло, не впитывают влагу. Они легкие, мягкие, эластичные, экологически безопасные. Удобны при транспортировке, так как компактно складываются. Нож и мультитул. С ножами и мультитулами ситуация ровно та же, что и с рюкзаками. Имеются очень дорогие профессиональные варианты, а также среднебюджетные любительские, обладающие годным качеством сборки и материалов. Неплохое предложение для туристов, рыбаков и охотников. Это набор из ножа и многофункционального инструмента, менее чем за 20 долларов. Я думаю, такой комплект очень будет кстати. Телефон-рация. На реке, в лесу или горах большинство функций современного смартфона окажутся бесполезными. А вот надежный телефон с функцией рации, увеличенный временем автономной работы и водонепроницаемым противоударным корпусом, очень даже пригодится. Особенно с учетом весьма привлекательной цены. Так что любители отдыха в горах или путешествий, берите на заметочку. Термосумка. Выезд на рыбалку без ночевки, выход на пикник, барбекю или просто городской пляж не подразумевает масштабных приготовлений. Но вот захватить с собой горячих крылышек или холодного пивка не помешает. И с такой термосумкой это будет возможно. Сразу несколько вариантов удобных термосумок предлагает продавец по ссылке ниже. Так что смотрите, выбирайте и пользуйтесь на здоровье. Ручная динамо-зарядка. На самом деле подзарядить смартфон или планшет таким аксессуаром едва ли получится. А вот фонарик, вентилятор или даже пауэрбанк вполне. Фонарь пауэрбанк. Требований к хорошему походному фонарю довольно много. Он должен быть прочным, надежным, ярким, водонепроницаемым и так далее. Одним из наиболее интересных вариантов в соотношении цена-качество представлен этот фонарь по ссылке ниже. Данный фонарь имеет несколько режимов свечения. Соответствует перечисленным выше требованиям и даже может быть использован в качестве пауэрбанка емкостью 18000 мАч. Тент. Очень полезная вещь в любом туристическом мероприятии, на пикнике или на пляже. Натягивается при помощи складных стоек и эластичных мешков, которые необходимо набить песком или землей, чтобы использовать в качестве опоры. А в лесу тент можно просто натянуть на деревьях. А вот и конкурс. Приз конкурса 300 рублей на счет мобильного телефона либо вебмани. Условия очень простые. Это быть подписанным на мой канал, поставить лайк и написать в комментариях, на какие тематики вы смотрите видео на ютуб, что вам нравится. Мне, например, тематика самоделок нравится. Также авто тематика. Смотрю Эльдара из автоподбора, классный чувак. А вы что смотрите? Также делитесь этим видео с друзьями, чтобы они оценили мой труд. Я вам буду очень благодарен. Спасибо всем за просмотр. Хорошего вам вечера. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok